Казахстанским работникам коммунальной сферы повышают зарплаты. Например, у тепловиков оклады выросли со 150 тысяч до 300, то есть вдвое. Эксперты считают, такая мера уменьшит отток кадров и привлечет в отрасль новых специалистов. Каким профессиям еще повысили зарплаты и как в стране намерены удерживать высококлассных специалистов, расскажем в рубрике «По факту». Казахстанским работникам ЖКХ благодаря программе «Тариф в обмен на инвестиции» повышают зарплаты. Рост в среднем на 50%, на некоторых предприятиях на все 100. Например, у тепловиков оклады выросли со 150 тысяч до 300, то есть вдвое. Таким образом, в стране хотят остановить отток кадров. Сейчас на рынке большой дефицит технических специалистов. Найти в стране опытных электриков, сантехников и тепловиков – большая удача. Это «По факту». Меня зовут Динара Абдирова. Здравствуйте. Вот уже 6 лет на рынке фиксируют кадровый отток из коммунальной сферы. Показатель текучки в электро-, газо- и теплоснабжении увеличился до 16%, а водоснабжении и мусоропереработки – до 30%. Эксперты объясняют это тем, что опытные специалисты увольняются в поисках высокой зарплаты, а приходящие новички не имеют должной квалификации. Сейчас в коммунальной сфере очень мало опытных специалистов. Посмотрите набор абитуриентов в колледже и вузы по техническим профессиям. Проходной бал низкий, и многие поступают по остаточному принципу. Вместе с тем есть тенденция устаревания кадров. Доля молодых специалистов уменьшается, а удельный вес тех, кто старше 50 лет, растет. Кадровый голод стал решающим аргументом в вопросе корректировки тарифов на комуслуги. Эту проблему в стране поднимали не раз. В итоге с лета зарплату уже повысили сотрудникам почти 300 коммунальных предприятий. Проводимые в рамках программы тариф в обмен на инвестиции и повышение заработных плат тем актуальнее, что при детализации данных в разрезе профессий видно, что у отдельных рабочих заработные платы ниже, чем в среднем по ЖКХ. Например, дежурный электрик в октябре текущего года получал 143 700 тенге. И хотя это на треть больше, чем было в октябре 2022-го, такая заработная плата все равно остается маленькой. В водохозяйственной отрасли и в сфере ТБО ситуация не лучше. Особенно остро вопрос стоит в отрасли энерго- и водоснабжения, где зарплата новичков в среднем составляет 230 тысяч тенге. Конкурентоспособные зарплаты, ожидают эксперты, привлекут молодых специалистов. Опытные специалисты, которые хотели уйти, ушли. На рынке остались самые стойкие. Я не ожидаю, что будет отток кадров. Сейчас в коммунальной сфере не хватает компетентных управленцев. Об этом говорил и президент. Многие руководители предприятий работают не по профилю. И еще, на мой взгляд, на рабочих местах руководителям нужно создать хорошие социальные условия. Тогда все меньше работников будут увольняться. Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос кадрового голода, необходимо пересмотреть всю систему технического образования в вузах и колледжах, считают аналитики. Поскольку в этой сфере, как нигде, актуален принцип «кадры решают все». Это «По факту». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин